Рисованный или из пластилина мультфильм? Хорош, когда он сделан с душой. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня человек, который создает мультфильмы Екатерина Куричева. Здравствуйте. Здравствуйте. Катерина, вот пригласили мы вас в связи с тем, что посетили вы интереснейшее событие международного масштаба. Это фестиваль анимационных фильмов «Крок», он называется. Ну, в двух словах, что это за фестиваль, потому что много стран там посещает его, да, и принимает участие много анимационных фильмов. Как вас туда занесло? Ну, занесло меня туда совершенно случайно. Я работаю там с детьми. То есть к профессиональным аниматорам я практически не имею отношения, это не мой конкурс. Я там не отдыхаю в основном, я там только работаю, занимаюсь с детьми и делаю мультфильм. И был мультфильм, который вы там представляли, правильно? Который вы создали вместе с детьми? Или как это правильно? Ну, да, конечно. То есть в течение фестиваля мы делаем мультфильм с детьми за неделю, а в конце, на закрытии фестиваля, его показывают. А что это за мультфильм? Как приходят такие идеи? От чего вы отталкиваетесь? Вы предлагаете сами детям? Или они какие-то свои идеи как-то вам приносят? Ну, в основном я подготавливаюсь. А дети уже делают то, что я им предлагаю. Ну, безусловно, они как бы вносят свои идеи, они выстраивают сюжет. Ну, как бы первый такой посыл, то есть тему, про что фестиваль, ой, про что будет мультфильм, я им подготавливаю. Ну, давайте мы посмотрим, наверное, фрагмент этого мультфильма, который был представлен на фестивале Крок, и дальше уже еще зададим несколько вопросов о его создании. Смотрим. Я бы сняла кино про доброго, хорошего пингвина. Главное, чтобы были все единогласны, чтобы все честно было. Единоглазые? Единоглазые? Сообщество единоглазых. И самое главное, чтобы все были согласны с этим, с одним решением. Например, он встанет на камень, а кто-то говорит, нет, он пусть встанет на бревно. Но они тогда должны решить, это да, пусть, это будет, тогда, тогда пусть будет, на камне будет бревно. Крош! Говорила мама, мне твоя любовь, а мама, я наобранно тратила слова. Как называется правильно вот такого рода мультфильм? Потому что они же тоже как технологические, да, по-разному, как они создаются, по-разному называются. Что это? Ну, это мультфильм в технике, перекладка. Ну, на самом деле, мы там используем совершенно разные материалы, например, в том числе одежду, там в кадре была моя водолазка. Ну, на самом деле, на таких мероприятиях используем все то, что подойдет, вообще попадет под руку. Чтобы мультфильм был намного интереснее, веселее. Иногда проходящие мимо профессиональные режиссеры сами включаются, что-то помогают, что-то свое вносят. То есть какой-то такой четкой техники там нет, но, в общем-то, это перекладка. Вот я вижу, там какой-то определенный есть фон, то есть это из чего он делается? Из бумаги или это электронное все-таки создание? Или это прям вручную, вот так вот, все по-честному? Ну, это все по-честному, да, все по-честному. Там это обычная крафтовая бумага, это обычные рисунки, ничего компьютерного там нет абсолютно и просто чистый монтаж. Ну, там нет времени, чтобы делать что-то компьютерное. Рисовали дети, правильно я понимаю, вот эти все герои этого мультфильма? Да, безусловно. Они рисовали, они их по возможности все двигали, озвучивали. То есть я стараюсь, чтобы взрослой работы было как можно меньше. Вот насчет озвучки я слышала, что есть голоса прям совсем маленьких деток, есть кто-то постарше. Вот как формируется вот эта группа и команда, которая работает над мультфильмом? Кого вы берете? Есть ли какие-то ограничения? И вообще вот возрастные, давайте обсудим рамки, со скольки можно уже, да, вот так вот мультики такие делать и так далее? Ну, в частности, на фестивале Крок на теплоходе дети есть разного возраста. И моя задача задействовать как можно больше детей в этом фильме. Поэтому сейчас было слышно, как на титрах пела совсем маленькая девочка, она немножко нарисовала и вот подготовила песни на титры. То есть там есть дети, которые просто рисовали по 2-3 года. Но, конечно, основной, самый классный возраст для мультипликации это от 6 до, наверное, где-то 12 лет. Почему? Ну, потому что получается очень непосредственные, очень яркие дети, еще не затюканные взрослым взглядом на тот же мультфильм, на то же рисование. И, как правило, они очень искренне в этом. А в детской мультипликации это самое главное. Ну, как, наверное, вообще-то, собственно, и везде. Слушайте, ну вот как правильно объяснить ребенку, какое требование? То есть, ну, вот опять же, да, дети, вы сами говорите, они непосредственные, они еще такие. Но все равно есть какие-то правила создания. Ну, требования чего? Требования к самому мультфильму, к его... Или все, что нарисует или там придумает ребенок, это можно задействовать в создании мультипликационного фильма? Нет, конечно, все, что он нарисует и придумывает, это можно. Но есть определенный сценарий, есть определенные требования. Все-таки есть сценарий вот этот. Ну, безусловно. То есть, я же там не просто так с ними, правильно? Это же не кружок умелой ручки. То есть, в любом случае, на закрытии фестиваля, такого почетного международного фестиваля, нужно показать результат. И, естественно, организация фестиваля от меня этого ждет. Поэтому, безусловно, сценарий мной, ну, в данном случае, на данном мастер-классе, он подготавливается. И уже на основании этого сценария, да, ребята? На основании нет. Но не сценария. То есть, подготавливаются определенные линии. Я задаю детям вопросы, и на основе их ответов я выстраиваю сценарий. И уже мы просто работаем на этот сценарий. И каждый возраст все, что может, он как бы для этого делает. И получается, что старшие озвучивают какие-то внятные. Слушайте, ну, им, наверное, самим очень нравится, деткам, да? Они, наверное, с головой в это окунаются. Ну, да. Но у них на теплоходе еще очень много разных дел. Если мы сейчас говорим о фестивале, то, безусловно, они вовлекаются, но очень быстро уходят. То есть, опять вовлекаются, уходят, поэтому тут главное поймать их. Ну, вы занимаетесь мультипликацией, и не только, да, в рамках там какого-то фестиваля, пусть и очень престижного, международного. Ну, и это ваша профессия, ваша повседневная жизнь. Расскажите об этом. У вас есть студия «Печка», если я ничего не путаю. Вот. Что это за студия? Что вы там делаете? И далее мы тоже посмотрим некоторые фрагменты вашего производства. Ну, собственно, все то же самое. В студии дети снимают фильмы, а дети занимаются от 4 лет. Так рано? Уже так рано? Да, ну, мои коллеги из других городов занимаются с детьми с 3 лет. То есть, я просто не беру этот возраст. А я беру с 4-5 лет в студию. Дети снимают фильмы, снимают их в разных техниках. И, ну, чем отличается, например, от мастер-класса, тут они уже сами все делают. То есть, они придумывают сами историю. То есть, это такая функция контроля у вас только. Да, я просто контролирую, я просто их направляю, я просто подсказываю какое-то правильное решение для самого сюжета, возможно, для самого визуального решения. А так, нет, мне кажется, студия наша отличается еще тем, что мы вот не лезем. То есть, я много вижу детской анимации российской. И мы стараемся не лезть ни в сюжет, ни в рисунок, ни в озвучивание. Но контролировать, конечно, безусловно. Ну, дети снимают фильмы в разных техниках. И в рисованные, делают рисованную анимацию. Это классическая анимация, как Уолл Дисней рисовал. Это объемная анимация, это, ну, и основная перекладка. Есть у нас один из мультфильмов еще, который мы хотим посмотреть. О жерелье русалки, да, правильно он так называется? Тоже очень любопытная картина. Давайте ее посмотрим. Какое красивое ожерелье, наверное, надо взять. А, это обычное ожерелье, надо вытянуть. Я креветка, я креветка, зерита, отрыта-та-та. О жерелье русалки. Какое у меня красивое все-таки зеркало. И как хорошо у него смотреть. Я креветка, я креветка, зерита, отрыта-та. Ой. Где мой зеркало? Хм-хм-хм-хм. О, какое ожерелье. Хочу, хочу мороженого. Мороженое. Как я и хотела. Я хочу корону. Ой. Хочу стать человеком. Ой. У меня появились ноги. Раз, два. Раз, два. Ножка раз. Ножка два. Ай. Как больно попу-то. Как-то необычно. Нет, пап. Ого, какие у тебя ноги. Хочу, чтобы у папы были ноги. Ого, какие у меня ноги. А пошли танцевать. Надоело, что станцевать. Пошли играть мяч. Скак, 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 скак. О-о-о-о. Классно. Давай обниматься. Слушайте, ну неужели в шесть лет ребенок способен вот целый, вот такой пусть и на полторы минуты, да, скажем, на целый мультфильм. Я поняла, почему вы так на меня смотрите, что для мультипликации полторы минуты это огромный труд, да? Да, да, да. Сколько создавалось вот это? Полторы минуты для ребенка это очень много, особенно для такого маленького. Но она целый учебный год его делала. Слушайте, ничего себе. Это же так, расскажите вот про технологии, потому что безумно кропотливый, да, этот труд, потому что однажды у меня был опыт в студенческие годы, у нас на уроке информатики, причем на компьютере заставили нарисовать мультик, я прокляла все на свете. Это было адски тяжело. Как это делаете вы с детьми, которые вас занимаются? Как это дети делают? Ну, они как бы делают это по определенной системе, схеме, они это делают в основном играючи, то есть для них это просто развлечение. Ну, конечно, когда у каждого юного аниматора наступает момент, когда он устает. То есть когда он устает одно и то же делать, здесь важна поддержка родителей, наша поддержка, мы их переключаем на другие занятия, ну, у нас много занятий на самом деле, помогать кому-то другому, что-то еще делать. А потом он как бы включается обратно. Ну, аниматоры Вероникой, это фильм Вероники Несмеяновой, это ее второй фильм, и она как бы знает уже, к чему она идет. То есть у нее есть прекрасный первый фильм, и она знает, что в конце будет здорово. То есть в конце будет мультфильм. Поэтому она готова ходить, она ходит спокойно, сейчас она делает свое третье кино. Потрясающе. Да, то есть она понимает, к чему она идет. Слушайте, а как же это получается, это же миллиметраж, да, каждый раз, чтобы вот фигурка двигалась, вот эта русалка, она плавает, ее получается вот прям по чуть-чуть, по чуть-чуть каждый раз, что-то приходится перерисовывать, да? Ну, перерисовывать нет, в основном приходится переснимать. Переснимать. То есть ты вот так вот двигаешь, 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 несколько занятий двигаешь, двигаешь, а потом получилось, что что-то вылетело с кадра или еще что-то. Ну, начинаешь объяснять, давай переснимем, потому что, ну, в общем, там разные у нас есть ходы для того, чтобы ребенка подтолкнуть на то, чтобы переделать свой мультфильм. Ну да, вот так вот, собственно. Ну, педагоги, в съемках педагоги помогают. В целом хочется с вами поговорить о таком явлении, да, как мультипликация и современная мультипликация. Как вы на этот вопрос вообще смотрите? Есть она у нас? Потому что, ну, есть такие вещи, как, ну, вот «Ежик в тумане», да, легендарный, на который очень многие мультипликаторы ориентируются, что это такой эталон. Есть диснеевские мультфильмы, есть наши российские современные мультфильмы, есть там старые советские. Что вообще, есть ли какие-то тренды сейчас в мультипликации? И что, есть ли вот здесь вот что такое хорошо, а что такое плохо? Ну, вы имеете в виду в российской анимации? Да в любой, наверное, потому что… Для детей и для взрослых? А вот тут вопрос, потому что для человека, который создает и для человека, который смотрит, да, есть же создатели, а есть потребители. Вот вы, наверное, как создатель, как считаете? Очень много. Я как создатель, причастный к анимационному сообществу, я понимаю, что мультфильмов создаётся огромное количество. Огромное. И среди них разные есть. Я, например, сейчас говорю о детских фильмах для детей. То есть и очень хорошие. Очень хорошие авторские фильмы. Но как бы они до зрителей не доходят. Они доходят до зрителей только на фестивале. Чтобы их посмотреть, нужно специально идти в определённый кинотеатр и покупать, ну, там, допустим, какие-то билеты. Недорогие. Но, тем не менее, для этого нужно сделать усилия, чтобы их найти и посмотреть. Но они есть. И есть их много, и много хороших. Они есть некоторые в интернете. Они хорошие почему? Они хорошие, потому что они качественно сделаны? Или потому что они какую-то определённую смысловую нагрузку несут? Или там потому и тому? Ну, мы привыкли, что наша советская мультипликация учит. Учит детей, что такое хорошо, что такое плохо. Сейчас есть и такие фильмы. Очень много развивающих фильмов. Но есть просто весёлых, хороших фильмов, основанных на различных... на классической литературе. Есть просто авторские сюжеты. Есть очень красивые художники, которые рисуют эти фильмы. На Суздальском фестивале представлено очень много фильмов для детей. И я в своей студии после Суздальского фестиваля эти фильмы показываю. Но эти фильмы можно посмотреть только у нас в студии, потому что я не имею права их, ну, как бы, да, куда-то передавать и показывать. Они есть и очень хорошие. И говорить о том, что сейчас анимации нет, неправильно. А что насчёт вот таких мультфильмов, я не знаю, серийных, что ли, да, которые там из серии в серию идут? И вот, ну, на мой взгляд, как ещё, ну, человека и, наверное, матери. Что-то там какие-то... То страшные какие-то персонажи, то у них глаза где-то не там, где надо. Какие-то вот персонажи, кто... Как они вообще получаются? Почему они такие? Что за вот такие веяния? Потому что когда мы росли, у нас всё-таки как-то поприятнее персонажи в мультфильмах были, более добрые, что ли, более симпатичные. Современные какие-то они очень страшные и неприятные, на самом деле. Ну, мне так кажется. Ну, я просто не знаю, о каких конкретно вы говорите в сериалах. Есть такое или... Ну, потому что я смотрю разные детские анимационные сериалы. Я не знаю конкретно, ну, например, то есть, как бы, что это. Ну, вот если из фильмов, например, вот, «Корпорация монстров» или вот тот же «Спанчбоб» или какие-то вот такие мультипликации... Ну, вы имеете в виду американская мультипликация, то... Да, откуда это веяние такое? Ну, она всегда была. Я, например, очень люблю «Корпорацию монстров» и «Спанчбоба». Серьёзно? Да. Вот. И я не знаю, но сейчас всё-таки время изменилось. Не надо, мне кажется, неправильно равняться на советскую. Было то время, были те умонастроения, были другие возможности, другая жизнь. Была советская мультипликация, слава богу. И как бы нам есть на что равняться. Но сейчас, да, мультфильмы есть разные, есть не очень ярко нарисованные, есть страшные, есть не страшные, есть из чего выбрать. Я не отношусь к тем людям, которые считают, что сейчас современная анимация страшнее, хуже, потому что я вижу её разной. И мне кажется, ну, например, взять сериал «Королевство М», который делает студию «Петербург». Взять сериал «Детские поросёны», который делает Наталья Березовая. Взять сериал про котиков, которые делают в Петербурге. Их рисуют хорошие художники, они очень красивые. Но если мы говорим о сериалах? Да не только о сериалах, обо всём сегодня с вами говорим. Вот начали с вами говорить про технологии, да, что есть рисованные, есть мультфильмы с пластилиновой, да, как они правильно называются? Есть рисованные, есть пластилин из пластилина, есть объёмная анимация. Это разные вещи, объёмная и пластилин? Да, но пластилин тоже разный бывает. Есть пластилиновая перекладка, это как студия «Пилот» делает татарского пластилиновой ворона, это пластилиновая перекладка. Есть, как Гарри Бардин делает, это объёмный пластилин. А есть объём, ну, он сочетает в себе другие материалы и пластилин, объёмная анимация. Вот следующий мультфильм, который я предлагаю посмотреть, он как раз сделан из пластилина. Это вот «Объемная анимация» называется, да? Да, она совмещает в себе и пластилин, и другие материалы. Обозначьте, как он называется, кто его автор, чтобы наш зритель знал, что мы смотрим. Да, это прекрасный фильм, это наша гордость. Мультфильм называется «История великого гонщика». Автор Саша Иллистратов, ему 12 лет, и сделан его с педагогом, нашим новым педагогом Дмитрием, который, собственно, сам увлечен именно этой «Объемной анимацией», и он ее принес к нам в студию. Давайте посмотрим, действительно, очень симпатичный и оригинальный мультфильм. Внимание! Объявляется второй заезд! Машины к старту! Вася очень хотел победить, но шансов у него было мало. Машина была очень старая. Но случайно почнув за роль, он вдруг активировал два реактивных двигателя, о которых он ничего не знал. Вот он на первом месте. Вася счастлив. Слушайте, ну вот это получается в создании конкретно вот этого фильма. Это нужно было сначала вылепить вот этого человечка, вылепить все вот эти машинки. Это какой все-таки труд-то колоссальный? Нет, но машинки не вылеплены. А машинки не из пластилина? Это все-таки картон, макеты. Это макеты, это картон, облепленный пластилином. Это огромная работа. На самом деле Саша делал этот фильм, наверное, около двух учебных лет. И только благодаря тому, что на второй год пришел Дмитрий, педагог, то есть я его специально нашла, потому что я поняла, что сами мы не справимся. Они доделали. Но они делали учебный год целый. Каждую неделю по несколько часов. У нас вся студия была, весь пол уставлен вот этими дорогами, машинами. Потому что объем очень большой работы. Масштабно это очень. Какие еще есть варианты вот таких анимационных фильмов? Про что вы хотели бы тоже рассказать и поделиться? Ну, мне очень хочется рассказать про рисованную анимацию. Это очень кропотливый такой труд. У нас немного детей делают ее. То есть это надо рисовать каждый кадр. К концу, допустим, одна минута фильма, это примерно вот такая стопка листов А4. Но у рисованной анимации там чувствуется рука ребенка. Она неповторима. Движения там неповторимы. Я понимаю, что для этого нужен определенный тип детей, более усидчивый, более спокойный, который может рисовать. И там как-то созерцательный такой. У нас уже два фильма. И один фильм «Забывчивая семья» Миша Анфинагентова, он его сделал в том году, победил на очень большом количестве фестивалей, в том числе и международных. Его оценивают в Фейсбуке профессиональные аниматоры. Очень много пишут комментарии. Говорят, что это фактически вы можете написать там взрослое имя, отправлять на фестивали профессиональной анимации. То есть это просто стиль уже такой. То есть в нашей студии это можно попробовать. То есть вы участвуете, дети участвуют в конкурсах, фестивалях каких-то? Ой, ну это обязательно. А как мы еще сами себе покажем уровень нашей работы и познакомимся с другими работами? Это участие в фестивале, это обязательно и в российских, и международных. Мы постоянно отправляем работу. Ну я так понимаю, что мы на достойных местах, да, оказываемся, что все-таки наши детки молодцы. В смысле, самарские печи? Самарские, да. Да, ну и, наверное, это не очень удобно хвалиться. Но наша студия достаточно известна среди анимационного детского сообщества и среди уже сейчас профессионального анимационного сообщества. Наши фильмы часто очень побеждают на фестивалях. Сейчас мы взяли один из призов в Сербии на международном фестивале. Вот опять же, этот фильм рисован анимацией. Ну, во многих странах, в Италии в прошлом году. Вы сами делаете фильмы или делали их раньше? Есть у вас свои авторские работы? Нет, моих авторских работ нет еще. Но уже... Вы над чем-то работаете? Да, сейчас идет процесс. Мы работаем над фильмами. Уже взрослые педагоги студии. Я очень надеюсь, это уже очень давно длится. Это рисованная анимация? Да, это рисованная анимация. И что мы закончим в этом году. А как, вот смотрите, вот диснеевские те же мультфильмы, да, это же тоже, получается, рисованная анимация, но на компьютере. Вы тоже пользуетесь компьютером? Или вы прям вот от руки, вот вы говорите, вот такие стопки? Классическая диснеевская анимация, это как раз это кальки. Но это давно было. Это давно было, да. Сейчас, конечно, в основном все рисуют в компьютере, пользуют массу программ для рисованной анимации, но мы рисуем все от руки. Мы таким старым дедовским способом... Слушайте, потрясающе. Да, у нас даже с этой стороны фильм уже такой, ну, как сказать, серьезный, классический. Да, уже никто так не делает. Есть еще пара вопросов, времени мало. Насчет взрослых фильмов анимационных, есть ли они и что можно смотреть? Прямо коротко у нас, минуточка осталась. Их очень много. Профессиональных вы имеете в виду взрослых? Их очень много, очень много европейских, иностранных, в смысле в целом, и российских. Очень много авторских фильмов. Они прекрасные, их можно смотреть. Но опять же, только где-то избраны на фестивалях, либо уже через два года после выпуска авторского фильма в интернете. Есть ли такие детки, которые, ну, перебежчики, которые сегодня занимаются таким фильмом, вот рисованным, например, а завтра пластилиновым каким-то, это стандартно, это нормально? Вообще нет. То есть почему-то, опять же говорю, если кто-то выбирает созерцать, он рисует, и рисованное продолжает. Кто-то делает объем, это его, кто-то делает перекладку. В этом-то как раз и плюс студии, что ребенок придет, он может выбрать на свой вкус и цвет. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Очень рады были познакомиться с мультфильмами, которые делают наши самарские дети. Друзья, ищите их на сайте, наверное, в группе ВКонтакте. У нас есть и сайт, и группа ВКонтакте. Смотрите мультипликационные фильмы. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!